В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Твери откроется выставка древности Тверского Кремля, где посетители смогут увидеть разнообразные предметы, относящиеся к Средневековью. Находки были обнаружены на территории Тверского Кремля в 2012-2014 годах археологами Тверского научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра. Это украшения, наконечники, копии и ножи, деревянные предметы домашнего обихода, фрагменты стеклянных браслетов, бронзовая шумящая подвеска в виде конька и многое другое. Некоторые предметы являются свидетелями жизни Тверичей до монгольского периода. Более позднее время представлено металлическим рукомоем, изразцами, стеклянной и керамической посудой XVIII-XX веков. Среди уникальных экспонатов предметы и склада, найденного в здании бывшего реального училища и фрагменты фресок Спаса Преображенского собора конца XIII-XX веков, в том числе ставший уже знаменитым фрагмент с ликом. Выставка откроется 15 декабря в 16.00 в детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея и будет работать до 26 января 2017 года. В Москве пройдет фестиваль «Первозданная Россия», приуроченный к столетию зарождения заповедной системы России и Году экологии. В программе фотовыставка, кинопоказы, встречи с путешественниками, научные лекции и многое другое. В Центральном доме художника можно увидеть масштабную выставку фотографий, на которых запечатлена заповедная природа России. Зрителям предлагается понаблюдать за жизнью диких животных, полюбоваться завораживающими пейзажами с высоты птичьего полета, соприкоснуться с тайнами микромира. В рамках фестиваля пройдут премьеры фильмов о природе, встречи с документалистами, путешественниками и представителями национальных парков и заповедников, а также лекции о российской флоре и фауне, мастер-классы по фотографии, викторины и конкурсы. Задача проекта – вдохновить людей на путешествия по России и заставить их задуматься о важности сохранения природы в ее первозданном виде. Продолжим артефактами земель славянских. В Калининграде археологи нашли монеты первых прусских королей. По словам руководителя работ Дмитрия Гавердовского, одним из самых надежных способов датировки для археологов является наличие в культурном слое монет. В Калининграде они тоже имеются. Это солиды 1707 года, когда правил первый король Пруссии Фридрих I, и 1742 года – время правления его внука Фридриха II, при котором Восточная Пруссия впервые стала российской провинцией. Не менее характерным артефактом можно считать свинцовую товарную пломбу с изображением крокодила и пальмы. Это старый герб французского города Нима, повторявший дизайн монеты, отчеканенной в городе в начале нашей эры. Крокодил, прикованный к пальме, являлся символом подчинения Египта Римской империи. Буквы «колнем», которые видны на пломбе, расшифровываются как «колония немауская». Стоит напомнить, что в этом районе Кенигсберга некогда активно селились эмигранты из Франции. Возможно, еще более интересные результаты ожидают специалистов в четвертом шурфе, который находится в месте, где когда-то стояла знаменитая кенигсбергская гостиница «Бельвью». В центре Львова обнаружили древнее кладбище. Кроме того, археологи нашли объект княжеских времен и древнюю мостовую. Во Львове, несмотря на то, что город засыпал снегом, археологи на площади Святого Теодора откопали часть древнего кладбища, а также древнерусский объект XIII века. Как сообщает пресс-служба научно-исследовательского центра РАС Института археологии НАН, археологические исследования на площади начались в середине ноября. Сейчас, кроме древнего кладбища, которое было известно с XV века как прицерковное, удалось найти объект княжеских времен. Также одним из обнаруженных объектов являются остатки мостовой XIX века. По словам археологов, сведений о площади Святого Теодора не так много. Первые связаны с деревянной церковью Святого Теодора 1453 года. Предполагают, что святыня могла существовать еще с древнерусского времени, но убедительных подтверждений этой гипотезы пока нет. Позже, в XIX веке, здесь была торговая площадь, так называемая Старая Тандетта. Интересен факт, что в середине XX века этот рынок назывался Краковским, и его перенесли в другое место в 1960-х годах XX века, где он работает и по сегодняшний день. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 17 декабря Молодежно-культурный центр «Здоровая Русь» приглашает на молодежную вечерку в Москве. Вечерка стала традиционным отдыхом как для всей семьи, так и для подрастающего поколения. В программе вечерки – молодецкие забавы для богатырей, мастер-классы по созданию интересных вещей и познанию себя, ярмарка с добрыми товарами от умельцев. Вечерка состоится по адресу город Москва, метро Волгоградский проспект, Сибирский проезд, дом 2, строение 5, дом культуры Стиму. Для тех, кто решил научиться играть на гуслях или уже играет, сам инструмент можно заказать у гусляра Сергея Балакина. Форма из альбомов или по вашим эскизам, резной орнамент по выбору или по вашему рисунку. Сергей Балакин занимается изготовлением гуслей с 2006 года. Созданные с тех пор инструменты разошлись десятки российских городов. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. 16 декабря в 18.30 состоится встреча с Андреем Ивашко. Ответы на вопросы по теме тенденции славянского мира, спекуляции на тему взаимоотношения мужского и женского начал и их последствия с энергоинформационной точки зрения. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 13 декабря. Вторник. Кризис физики. Автор-соведущий Фиденко Леонид Григорьевич. 14 декабря. Среда. Почему женщины боятся возраста. Автор-соведущая Юлия Ковалева. 15 декабря. Четверг. Внимательность. Сосредоточение сознания. Автор-соведущий Владимир Анатольевич Лукашенко. Начало эфиров 20.00. Время московское. Каждую пятницу в 12 часов по московскому времени в эфир выходит стол заказов и повторяется в 3 часа в субботу. По дальневосточному времени в 21.00 в пятницу и повтором в 5 и в 12 в субботу. вы можете поделиться хорошим настроением передав теплые слова и красивую песню добрым людям. Напоминаем если вы считаете что в вашем регионе произошло происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира присылайте свои сообщения в редакцию радио вместе сделаем мир лучше желаем всем добра народно-славянское радио все нужно все важно чтобы не забыть приятного суббота и к-как всем Субтитры создавал DimaTorzok